Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Мария Лапчева. Вначале коротко о главных темах последних семи дней. В Новый год с новым домом жители ЖК Грин Сити надеются встретить праздник в своих квартирах. Ходить пешком полезно и приятно в Люберцах строят новую пешеходную зону. Как делают новости, что такое хромакие, школьники побывали на экскурсии в редакции телеканала ЛРТ. 90 лет отметил Люберецкий ветеран Великой Отечественной войны Иван Сподин. Дружба и терпение – залог здорового общества. Томилинским школьникам рассказали о толерантности. Поэзия без границ Галина Талалаева выпустила новую книгу благовремени. Справедливость не торжествует. Почему в России не усиливают ответственность за жестокое обращение с животными? Дольщики ЖК Грин Сити должны заселиться в свои квартиры до Нового года. Такую задачу перед подрядными организациями поставил Владимир Ружицкий на очередном выездном совещании. Добавлю, на объектах строительства активно ведутся завершающие работы. В этом убедилась и наша съемочная группа. Сегодня радость случилась. Я держусь за горячий стояк. И, честно говоря, не верили, что в этом году тепло дадут. Этого дня Олег Мерецков, как и остальные 600 дольщиков ЖК Грин Сити, ждал давно. Уже третью осень мужчине обещают, что Новый год он встретит в своей квартире. Сейчас с приходом на стройку новых рабочих верить в это стало проще. Боюсь сглазить, но изменения, конечно, налицо. Как только тепло появилось, понятно, что здесь оживает внутренняя отделка и так далее. Начиная с сентября этого года, каждую среду член инициативной группы принимает участие в рабочих собраниях с подрядными организациями. На последнем выездном совещании присутствовал глава округа Владимир Ужицкий. Он поставил задачу подготовить акт о завершении строительства к 17 декабря. А уже 25 числа выдать дольщикам долгожданные ключи. Так как времени осталось совсем немного и важна буквально каждая минута, глава потребовал ежедневного отчета о проводимых работах. В целом дом готов, все сделано, тепло подано. Здесь по внутренним работам, работы выполнены на процентов 75 по всей инженерии. Здесь остались некие штрихи по вентиляции, по лифтовому оборудованию. Здесь не все вопросы решены с внутренними коммуникациями. Я имею ввиду электричество. Есть так называемая слаботочка. Это и пожарная сигнализация, это интернет, это телефоны, это телевидение. По поручению Владимира Ужицкого новые дома на улице Лорха будет обслуживать МУП ЖКХ Краскова. К своим обязанностям управляющая компания приступит сразу после сдачи объекта в эксплуатацию. А до этого времени дольщики ЖК Грин Сити будут контролировать процесс работ. Луизия Игязырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. На дорогах Люберец этой зимой будут использовать новый реагент. В этом году дорожные службы закупили 175 тонн более эффективного антиобледенителя. Спецтехника, предназначенная для содержания городских территорий в зимний период, тоже к холодам готова. Смотр прошел в Люберецком дорожно-эксплуатационном предприятии. К зиме готовы на 100%. Люберецкое ДЭП уже перешло на круглосуточный режим работы. Более 200 работников предприятия обеспечены теплой одеждой от гололеда и снегопадов. Люберчан спасут 95 единиц специальной уборочной техники. В середине месяца придут новые машины, два трактора и снегопогрузчик. Самое большое у нас маленькие тракторы, которые ходят по тротуарам, где-то порядка 15 единиц. Дальше 10 единиц КДМ, которые будут проходить по дорогам, и самосвалы, и погрузчики. Песка соляной смеси у нас на сегодня 3,5 тысячи тонн, а реагента 175 тонн. Также Люберецкое ДЭП снабжено эффективными антиобледенителями. На данный момент песка соляной смеси 3,5 тысячи тонн, реагентов 175 тонн. Этого должно хватить до конца текущего года. На 2018-й будет закуплено еще 7,5 тысяч тонн смеси и 380 тонн реагента. Готовность предприятия к зимнему сезону высоко оценил глава Люберецкого округа. У нас вот это предприятие хорошее? Хорошее. Я вам скажу, вот по такой мощи, ну, в Московской области, я не знаю, 3 или 5 предприятий, но точно не больше. Все остальные поменьше. Мы входим в эту тройку, пятерку лучших предприятий. Конечно, я вам благодарен, что вы выбрали такую работу. И мы на вас надеемся. Надо добавить, что в этом году зимнее оснащение предприятия уже использовалось. Вниз замороз ковтехника выходила посыпать дороги. Использовано 10 тонн песко-соляной смеси. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Новую пешеходную зону строят в Люберцах. Она расположится на улицах Смирновской, Волковской и захватит часть Октябрьского проспекта. Ход работ на объекте лично контролирует глава округа Владимир Ружицкий. От скорбящего ангела на Октябрьском проспекте и до Смирновской, оттуда до станции Люберцы-1 и на улице Волковская. Новая пешеходная зона охватила большую часть центра города. Над масштабным благоустройством трудится огромная команда рабочих. Проектом предусмотрена замена асфальтового покрытия на плиточные, восстановление газонов, установка новых опор освещения, там 8-метровых, 5-метровых, создание сквера на улице Смирновской, установка малых архитектурных форм и высадка кустарника. Над архитектурным обликом пешеходные зоны начали работать еще в сентябре. Сейчас рабочие полным ходом укладывают плитку. Всего ею покроют 6 тысяч квадратных метров. Не стоит волноваться и тем, кто переживает за растительность. Для зелени определили специальные большие участки. Газоны засеют с приходом весны. Остались вот такие работы, которые связаны с подрезкой, скажем, наведение такого лоска. Поэтому сегодня здесь работает несколько бригад. Материалы просто полностью укомплектованы. На создание новой пешеходной зоны из регионального и местного бюджетов выделено более 50 миллионов рублей. Оценить преображение города у люберчан получится уже к концу ноября. К этому времени уже закончат земляные работы. Выполнят установку архитектурного бетона на газоне. Установят освещение, лавочки и урны. Надо добавить, что на этом планы по благоустройству Люберец не заканчиваются. В следующем году реконструкция также коснется улицы Звуковая и части Октябрьского проспекта. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Люберцы вошли в число лидеров по созданию парковочных мест в 2017 году. Об этом сообщает портал РИАМа в Люберцах со ссылкой на министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова. Добавлю, также наибольшее количество парковочных мест в этом году открыли Балашиха и Химки. На сегодняшний день исполнение плана строительства парковок в Московской области составляет 104%. В 2017 году на 2000 парковок региона появились 75 тысяч машиномест. Только в городском округе Люберцы их создали более 5,5 тысяч. Эта работа осуществлялась благодаря финансированию из муниципального бюджета на 30%, а также за счет областных средств на 70%. В 2018 в муниципалитете запланировали обустроить не менее 4,5 тысяч парковочных мест. Наиболее острый вопрос парковок стоит в городах, приближенных к столице. На данный момент в Люберцах из-за транзита автомобилей все еще перегружены Октябрьский проспект и Егоревское шоссе. Администрация просматривает пожелания жителей в социальных сетях и на портале Добродел. Это позволяет оперативно решать возникающие проблемы. Необходимо отметить, что в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий только в текущем году в Подмосковье создали около 30 тысяч новых парковочных мест. Эти работы в обязательном порядке включаются в состав областной программы. Елочные базары в Подмосковье откроют 15 декабря. Адреса продаж главных новогодних красавиц жители области смогут узнать с помощью специальной интерактивной карты. Об этом сообщается на официальном портале регионального правительства. Интерактивное пространство создадут на базе уже привычного всем портала Яндекс.Карты. На них будут нанесены все нестационарные торговые объекты, в том числе и елочные базары. Хоть и до официального открытия массовых продаж еще далеко, первые новогодние ели сосны, а также праздничная иллюминация уже появились около крупных торговых центров на территории Подмосковья. Напомним, в прошлом году в преддверии новогодних праздников в регионе открыли около 500 елочных базаров. Активную работу они начали в третьей декаде декабря. Анна Троян, телеканал ЛРТ. К первому декабря Люберцы украсят 132 живые световые новогодние ели. Об этом сообщает портал РИАМа в Люберцах со ссылкой на главу муниципалитета Владимира Ружицкого. В новогоднее убранство оденутся шесть пешеходных зон. Художественное оформление получат также популярные места для отдыха. Более трёх тысяч иллюминационных гирлянд украсят городской округ. Рабочие установят более 150 информационных и тематических материалов на рекламных конструкциях. Кроме того, к первому декабря в муниципалитете установят три светодиодных фонтана – один в Люберцах и два в Тамилине. А на опорах освещения появится более 700 световых декоративных композиций. Праздничным оформлением территории городского округа займутся все управляющие компании, ресурсоснабжающие организацию, общеобразовательные учреждения, а также предприятия, торговля и промышленности. Луизия Игазарян, телеканал ЛРТ. 90 лет исполнилось Люберецкому ветерану Великой Отечественной войны Ивану Александровичу Сподину. В этот день его поздравили родные, близкие и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Самое доброе пожелание. Посмотрите, тут Владимир Владимирович Путин, вот президент, по поручению тоже здесь его поздравление. Это вы потом прочтете, да? Поздравление от самого президента России – подарок от губернатора. В этот дом глава городского округа пришел с презентами, так же, как и родные юбиляра. Мы поздравляем тебя с твоим юбилеем. Живи долго, радуйся жизни, чтобы все у тебя было замечательно. Такие цифры на торте может увидеть далеко не каждый, однако солидный возраст Ивану Сподину совсем не мешает. Он полноценно участвует в жизни своей семьи, занимается спортом. А за свое долголетие он благодарен жене Марии Георгиевне. Вместе они отметили бриллиантовую свадьбу. Прожили более 60 лет. Она очень лелела меня и всячески старалась, чтобы не обижать меня, чтобы так строить жизнь нашу вместе, чтобы было всегда и для нас хорошо, и для детей хорошо. Кроме советской закалки, за его плечами Великое Отечественное. На войну он ушел по собственной воле, будучи несовершеннолетним. Фронтовик-минометчик День Победы встретил в Польше. А дальше успешная карьера связиста на Дальнем Востоке и работа с старшим мастером на заводе имени Камова. На память обо всех достижениях 15 медалей, два ордена и другие многочисленные награды. В Люберце Иван Александрович переехал в 1982 году. Меня перевели как хорошего активного специалиста. Организовалось Министерство связи Российской Федерации. И меня перевели в Москву. Работать заместителем начальника хозяйственного управления. Не жалея ничего, как говорится, и всего здоровья, где работал, и меня подширяли. Я мастер связи. Иван Сподин – трудоголик по жизни. Как незаменимый специалист. Работал до 83 лет. Занимаясь карьерой, не забывал и о семье. Для любимых дочек и внуков всегда был примером для подражания. Опыту отца и дедушки следует всё его дружное семейство. Он очень обязательный, добрый и требовательный. Не только к окружающим, но в первую очередь к себе. Поэтому всё, что касается окружающих, понятное дело, что все только равняются на его такое отношение. И стараются поддерживать вот эту планку, которую задаёт он. И, вероятно, отметить такую дату Ивану Сподину было дано свыше, как вознаграждение за достойную жизнь. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. В Люберцах закрыли футбольный сезон. Заседание прошло в администрации. На мероприятии присутствовали представители спорткомитета и местных футбольных клубов. Я надеюсь, что он по силам в следующем году занялся первое место. По итогам сезона ФК Люберц стал серебряным призёром чемпионата России в третьем дивизионе зоны Московской области. Футболистам совсем немного. Не хватило до победы, но они показали отличную игру. Сезон как бы разделился на две части. Первые 11 игр сезона, когда команда не совсем, скажем, удачно играла и набирала очки. И после этого 19 игр, в которых команда одержала 18 побед. Первый круг мы набрали 28 очков. Во втором круге мы набрали 42 очка. Во втором круге ФК Люберцы даже смог обогнать по количеству очков лидирующую команду сезона. Наши футболисты забили на два гола больше, чем ФК Квант из Омнинска. Таких успехов удалось достичь за счёт привлечения новых игроков в команду и смене расстановки спортсменов. В итоге некоторые люберчане смогли забить ворота соперников по 15 и 14 мячей. Мы подбирали игроков, которые могли бы усилить нашу атакующий потенциал, потому что в оборонительном плане у нас было всё хорошо, и команда за первый круг пропустила меньше всех мячей. Команда преобразилась и стала лидером по числу побед, которые были одержаны в этих играх. В течение сезона власти Люберец оказывали большую поддержку спортсменам. На подведении итогов глава округа отметил высокий уровень игры команды и вручил благодарственное письмо главному тренеру клуба за достигнутые результаты. Игрокам Владимир Ружицкий пожелал новых побед и не останавливаться на достигнутом. Сезон прошёл. Я думаю, что в целом все удовлетрены, за исключением некоторых. Потому что некоторые рассчитывали на первое место. Поэтому всем за это спасибо. Много сил сюда положил и Сергей Владимирович. Теперь на футбольный клуб Люберцева возложено много надежд. В следующем году от них ждут только победы и попадания во второй дивизион чемпионата России. Подготовку к сезону 2018 спортсмены начнут в марте. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В рамках 53-й спартакиады «Олимпионик-2018» стартовали соревнования по баскетболу среди юношей и учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Люберцы. За ходом игры наблюдал наш корреспондент. Гимназия номер 16 городского округа Люберцы стала одной из площадок для зональных соревнований по баскетболу среди юношей. Здесь за выход в финал боролись пять команд. Вы знаете, очень сильные команды по прошлому году. Это 25-я школа, это первая гимназия. И мы надеемся, что мы тоже не ударим в грязь лицом. Составим достойную конкуренцию. Ребята рослые, ребята высокие, ребята красивые, спортивные. И дай бог им всем удачи. Профессионализм – главный критерий победителя. Но и удача в спорте немаловажна. На этот раз она была на стороне команды от Люберецкой гимназии номер 16. Одержав победу на зональных соревнованиях, они стремятся победить и в финале. Тем более, что в ее составе есть игроки, добившиеся больших успехов в этом виде спорта. Как Павел Клинов, кандидат в мастера спорта по баскетболу, призер России. Поэтому все ожидания ребят могут осуществиться. У нас была определенная тактика. Сначала мы начали держать игроков лично, то есть каждый игрок со своим игроком. Потом мы встали из зоны. Три игрока сверху, два игрока снизу. И это провело нас к победе. В этом году зональные соревнования по баскетболу открыли юноши. Но за ними теперь предстоит игра и женским сборным. За любимую мужскую команду вы сможете поболеть на финале, который пройдет 23 ноября. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привлекать как можно больше людей к спорту – главная задача общественной организации «Русский характер». Совместно со спорткомитетом они проводят открытые тренировки, где на своем примере показывают, каких результатов можно добиться благодаря спорту. На этот раз они посетили Люберецкую гимназию номер 43, где продемонстрировали ребятам навыки восточного единоборства кио-кошинка и карате. Один раз в неделю представители организации «Русский характер» проводят открытые спортивные тренировки. В теплое время года они проходили на дворовых спортплощадках. Теперь это спортзалы общеобразовательных учреждений. На этот раз мастер-класс ребятам провели профессионалы карате. И этот вид единоборств ни одного не оставил равнодушным. Эта тренировка дает, в принципе, некоторый опыт в каких-то, можно сказать, даже городских условиях, потому что мы живем в Люберцах все-таки. Но больше всего понравилось все-таки упражнение с ногеварами. То есть действительно можно отработать технику удара, можно все распределить грамотно, вес между двумя ногами. То есть это все очень полезно и информативно для меня. Тренировка была построена на базовых элементах карате, но и это оказалось достаточно сложным для школьников. Девчонки и ребята это все сегодня пытались понять, сделать. У кого-то получалось, ну, конечно же, больше счастья нет, потому что все это делали впервые. В наше последнее время, когда дети не растут на улице, как и раньше, а растут дома с компьютерами, спорт сейчас как нельзя лучше помогает даже банально сделать ребенка скоординированным. Подобные тренировки проводятся с начала лета в рамках программы «Спорт в каждый двор». Прививают интерес к спорту, а также обучают людей, и как правильно выполнить тот или иной элемент настоящие профессионалы своего дела. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. 20 ноября жители городского округа Люберцы смогут получить бесплатную консультацию по юридическим вопросам, связанным с защитой прав детей и семьи. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. За бесплатной консультацией к специалистам может обратиться любой гражданин, в том числе дети, родители, опекуны и попечители. Прием будут проводить комиссия по делам несовершеннолетних, сотрудники управления образованием, опеки и попечительства, а также социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Кроме того, прием граждан будет осуществляться в Люберецкой городской прокуратуре, Московском областном отделении Ассоциаций юристов России и в Люберецком управлении социальной защиты населения. Также обратиться за консультацией в этот день можно в отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального управления МВД России Люберецкая. Напомним, в феврале текущего года в Люберецкой администрации проводила выездной прием населения уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Луизия Игазарян, телеканал ЛРТ. В Люберцах наградили призеров муниципального этапа областного конкурса «Дорожный калейдоскоп». Напомню, он проходит ежегодно среди обучающихся общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования. А ты что выполняла? Какую работу? Я выполняла светофор, вязание. Поздравления, подарки, аплодисменты – сегодня все для них. Для победителей муниципального этапа областного конкурса «Дорожный калейдоскоп». Пускай будет сегодня у нас погода не очень повезло, но хочу пожелать хорошего вам настроения. Ну и самое главное – побед в остальных конкурсах, в которых вы будете участвовать. В муниципальном этапе участвовали 186 человек из 32 образовательных учреждений. 17 из них заняли призовые места. Среди них третиклассница Полина Злуденная, с работой из бисера «Дорожный калейдоскоп». Девочка стала первой в младшей возрастной группе. Стояли две лошадки и зебра. И эти две лошадки, они удивлялись, почему здесь зебра стоит. Там был пешеходный переход. Потому что если не будет пешеходного перехода или другого места, тогда кто-нибудь попадет в аварию. Этот конкурс не только про творчество и умение что-то делать своими руками. Он про правила поведения на дороге. В процессе изготовления поделок дети лишний раз повторяют ПДД. Это прежде всего изучение правил дорожного движения. Просто так ребенок не поставит светофор где-то поперек дороги. Он должен изучить, где должен стоять этот светофор. А очень много работ. Как раз улица, дома и пешеходные зоны, и зона для автомобилей. И как раз это все способствует безопасности дорожного движения. Дети изготавливали работы в разных техниках. Это и вырезание из бумаги, и лепка, и резьба по дереву, и бисероплетение, и валяние из шерсти. По словам сотрудников Люберецкого управления образованием, каждый год в конкурсе принимают участие все больше детей. Сегодня в нашем конкурсе принимали участие дети от 5 до 18 лет. То есть прослеживается с вами неприемственность. Были детки дошкольного образования, школы. Я очень рада, что разные возрастные группы у нас заняли достойные места. Победители получили грамоты и подарки. Развивающие игры, блокноты, рамки для фотографий. Добавлю, работы призеров муниципального этапа были отправлены на областной. И во время награждения стало известно. Второе место заняла Оксана Веремейчик с работой «Мокрое и сухое». Мария Лапчева, Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Томилинских школьников научили терпимости. В библиотеке на Пионерской улице прошел открытый урок на тему толерантность народов мира. Ученикам 2-го класса 18-й гимназии рассказали о том, что такое дружба и терпение к другим людям. В рамках программы урока дети играли, ставили сценки и смотрели мультфильмы. Учеников 18-й гимназии в библиотеке по традиции встречают сразу на пороге. Для ребят заготовлен интерактивный урок на тему толерантности народов. Для начала старший библиотекарь Лилия Бодрова рассказывает детям, что такое быть толерантным. Ребята, мы все люди, и я тоже могу обижаться и сердиться на кого-то, и с кем-то поссориться. В том-то и разность, что мы должны с вами уметь найти свои ошибки и терпеть мнения и высказывания других людей, если оно вам не нравится. Мы ребятам рассказываем о том, что это за день, и вообще, что такое понятие толерантности в игровой форме. В гостях у нас второй класс, гимназия 18, и беседа на эту тему с игровыми моментами. Также второклассникам рассказали об эмблемах и символах толерантности. А в качестве развлечения детям предложили сыграть в клубок добрых слов. Передавая друг другу нитки, школьники говорили по одному комплименту. Это красивые волосы. О, это уже я подсказала. Ты замечательная. После игры школьники разыграли мини-сценку по мотивам сказки «Репка» и посмотрели мультфильм о дружбе. О нашей съемочной группе ребят рассказали, что не понаслышке знают, что такое толерантное поведение. И в их классе поддерживается дружелюбная атмосфера. Такая реакция, объяснить ему надо или ей, что так нельзя делать. А по попе можно ей дать? Нет, просто надо словами все объяснить. Сейчас на нашей планете все народы дружат? Не все. Потому что разные страны. Япония, Россия, Китай. Они все разные. И разговаривают по своим языкам. Уроки для детей на абсолютно разные темы проходят в библиотеке на Пионерской 20 регулярно. Уже 17 ноября здесь ждут школьников на мастер-класс по сказкам Владимира Сутеева. Станислава Меркурьева, Алексей Табаков. Специально для телеканала ЛРТ. Что такое хромаки, чем занимаются монтажеры и как вообще работает телевидение? Ученики третьего класса школы номер 10 посетили редакцию телеканала ЛРТ и получили наглядные ответы на все свои вопросы. Вы из какого класса? Какая школа? Третьего класса! Так весело началась экскурсия по редакции телеканала у третьего Б класса. Отложив свою работу, шеф-редактор Наталья Григорьева стала для детей экскурсоводом в мир телевидения. Это мероприятие прошло в рамках знакомства ребят с профессией под названием «Медиамаршрут». Чтобы они выбирали уже заранее, знали, какие профессии существуют и могли выбрать уже, начиная прям с младшего школьного возраста. Школьники посмотрели все, из чего состоит телеканал. Редакторская, монтажная, вещательные комнаты и, конечно, студия записи новостей. Главная цель экскурсии была достигнута. Ребята заинтересовались, а некоторые даже задумались над выбором своей будущей профессии. «Вставлять музыку, я умею картинки всякие писать. Я хотела бы работать в ЛРТ. Мне понравилось, мне все понравилось». «Медиамаршрут» школьников состоял из посещения средств массовой информации городского округа, телевидения, радио и газеты. Экскурсии проводятся для учащихся младших классов либеретских школ. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Танцевальный коллектив «Джем» из Краскова выиграл гран-при на международном фестивале сценического искусства «Красота спасет мир» в Сочи. Помимо первого места старшей группы, они стали и лауреатами второй степени в возрастной категории от 10 до 13 лет. Своими впечатлениями от победы они поделились с нашей съемочной группой. Невероятная техника, долгая подготовка, и они получили то, чего хотели. Танец «Комарохи» принес образцовому коллективу «Джем» заслуженную победу. Ансамбль существует с 2000 года. За это время ребята одерживали победы в различных конкурсах. И на этот раз уже стали 11-кратными чемпионами звания гран-при. Это невероятное чувство, это невозможно описать, потому что ты понимаешь, что все свои усилия, это было не напрасно, это было направлено в нужное место. Это очень круто, когда тебе говорят, что да, вы классные, вы крутые, и хочется покорять вершину все больше и больше, хочется идти только вперед. На фестиваль в Сочи команда привезла 8 номеров. Помимо старшей группы с танцем «Скомарохи» высокой оценки удостоилась и выступление младшей команды «Школьная пора», которое принесло им премию второй степени. Я получила колоссальное удовольствие и от того, как дети собрались, выступили, показали себя, и обсуждение именно профессионалов и жюри, которые сидели на этом конкурсе. 150 человек – это все остальные мои дети. Я их воспитываю в духе семейного, дружеского отношения, чтобы друг другу помогали, никого не обижали. Я думаю, что у нас самая дружная семья, самая сплоченная и самая лучшая. Активные, искренние, талантливые. Каждый из них ставит для себя высокие профессиональные планки и видит свое будущее на сцене. И на достигнутом этот ансамбль точно не планирует останавливаться. Мы же вчера, сегодня, навсегда! Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Галина Талалаева, заслуженный работник печати Подмосковья и почетный гражданин Люберецкого округа, выпустила новую книгу «Благовремени». Это издание для нее уже третья по счету. В честь знаменательного события она провела встречу со школьниками, где рассказала о своем творчестве и о том, как раскрыть в себе таланты. У нее есть стихи, вы знаете, вот мне они в жизни помогали. Когда было очень тяжко, и я их читала, я понимала, что надо остановиться, подумать и жить дальше. Как сейчас помогают стихи Галины Талалаевой и ее читателям, так и когда-то писательницы помогли ее друзья. В 99-м единомышленники ей подсказали, что пора бы творческие порывы души увидеть массам. Тогда и вышло в свет первое издание Галины Ивановны «Мой зимний сад». Оно собрало все лучшие стихи, скопившиеся за много лет. Обожаю эту пору, обожаю на пороге непреложных холодов, где простуженные парки обнажают геометрию застенчивых стволов. А этот стих о любимом времени года, осени, опубликован в новом третьем сборнике. «Благовремени» собрал в себе произведения разных лет о есенине, современности и, конечно, о любви. К тому же книгу Галина Ивановна дополнила иллюстрациями, ведь пять лет назад она раскрыла в себе новый талант – писать картины. Там у меня есть главка, посвященная вот именно, я себе так и пишу, рисование, живопись, отношение к этому. Но я думаю, что то, что человек увлечен живописью, это присутствует в любом его тексте, даже и не поэтическом. И это можно даже просто не говорить. Это ясно, если кто-то внимательно читает. Во время диалога с писательницей некоторые старшеклассники признались, что они уже пробуют себя в написании стихов и рассказов. Ведь подобные встречи с авторами книг, позволяющие раскрыть детские таланты для учащихся первой Люберецкой гимназии, не в новинку. Какие-то новые чувства, в первую очередь эмоции, потому что литературу вообще ее нужно осмыслить. То есть должно пройти какое-то время, чтобы дети осознали это. То есть это пища для размышления, пища для ума, для сердца. Галина Ивановна поделилась со школьниками тем, что сама писать она начала еще в школьные годы. Вдохновляли ее великие произведения мэтров российской литературы. С ребятами заслуженный работник печати поделилась собственными секретами, помогающими разглядеть в себе потенциал писателя. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Преподаватель английского языка, оперная певица и художник Анастасия Кристининова провела творческий вечер. Мероприятие прошло в Томилинском центре культуры и семейного досуга. Анастасия представила художественную выставку «Природа. Затаенное дыхание», а также порадовала гостей концертом, где исполнила романсы, арии и русские народные песни. Я друга люблю, умираю любя. Анастасия Кристининова живет в Томилино. Ее родители – музыканты, с детства воспитали в ней любовь к искусству. Анастасия – солистка вокального коллектива «Бельканта» при Центре культуры и семейного досуга. В этом году поступила на первый курс в Академию музыки имени Гнесиных, а также совсем недавно открыла в себе новый талант. И вот в какой-то момент, совсем недавно, три года назад, я попробовала себя в живописи. Взяла буквально несколько уроков, была на мастер-классе, два урока у художника профессионального, и потом как-то пошло, пошло, и вот во что это вылилось. Художником Анастасия себя пока не называет. Говорит, что рисует для души, вдохновение черпает из впечатлений и поездок. На картинах изображены животные и птицы, увиденные во время путешествий пейзажи, а также любимые дочери, которые тоже любят рисовать. Мама нарисовала ее после того, как мы были в Анапе, мы вместе там отдыхали. Она меня сфоткала с теленком, мы нашли его в поле привязанном, и потом дома нарисовала. Свою первую художественную выставку «Природа. Затаенное дыхание» Анастасия посвятила Году экологии. «Природу нужно беречь и не захламлять ее. А я думаю, что на природу нельзя кидать мусор». По профессии Анастасия – учитель английского языка. Но время находит на все. Воспитывает дочерей, учится и, конечно, занимается любимым творчеством. Талантливый человек, талантлив во всем. Главное – продолжать совершенствоваться. Даниил Михайлов, Алексей Табаков. Специально для телеканала ЛРТ. 17 ноября в России отмечается День участкового уполномоченного полиции. Сотрудников этой службы недаром называют народными полицейскими, ведь именно они находятся ближе всех к людям. Именно их знает каждый житель. К профессиональному празднику наша съемочная группа подготовила сюжет о нелегкой, но в то же время интересной работе участковых полицейских. Здравствуйте. К вам можно, Алексей Сергеевич? Здравствуйте. Проходите. Всегда готов выслушать и в любую минуту прийти на помощь. Во втором отделе полиции Алексей Никитин уже 10 лет. Здесь и началась его карьера. Пройдя стажировку в различных подразделениях ведомства, он выбрал работу участкового – активную, интересную и подразумевающую общение с людьми. Под пристальным вниманием капитана Никитина находится 50 домов на третьем почтовом отделении. В полицию обычно приходят люди со своей бедой какой-то. И вы знаете, нам очень повезло с Алексеем Никитиным, что у нас такой участковый. Бдительность и грамотность – вот, по мнению Алексея Никитина, главные качества, которыми должен обладать участковый. А в некоторых ситуациях сотруднику полиции необходимо быть и психологом, ведь находить общий язык приходится с абсолютно разными людьми. И, конечно, по долгу службы на пути нередко встречаются опасные преступники. Это было в 2009 году. Находился в рабочем кабинете. От граждан поступил звонок. Дома 58, что в подъезде, подозрительный мужчина на лечной площадке. Выехали совместно с водителем дежурной части. Да, находился мужчина. При проверке документов он нервничал. То есть видно было, что человек с психикой что-то. При проверке документов выяснилось, что он находится в Росске за химками Московской области за совершение убийств. В этом году Алексей Никитин принимал участие в областном конкурсе «Лучший участковый». За эффективную работу, а это 22 раскрытых преступления за 9 месяцев, ему удалось занять почётное второе место. Лучшим своей профессии Алексея признали в этом году и люберецкие коллеги. Интернет кишит новостями о жестоком обращении с животными. Живодёры издеваются над ними самыми изощрёнными способами. Многие даже выкладывают видео и фото страшных пыток в сеть. Это похоже на вызов государству, обществу, каждому из нас. Сегодня всё чаще слышны призывы усилить ответственность за жестокое обращение с животными. Давайте узнаем, что думают об этом люберчане. Мы в ответе за тех, кого приручили. И, соответственно, кто-то должен защищать животных. Животные, они же как дети, и с ними нужно обращаться так же. Если так же будут обращаться жестоко с животными, то можно и с детьми так же жестоко обращаться. Это будет безнаказанно, это плохо. Потому что они не могут за себя постоять, в отличие от человека. Потому что у нас далеко не всем людям живётся хорошо. Поэтому надо в первую очередь, конечно, о людях позаботиться, а уже потом о животных. Психология людей изменилась. Я дитя войны. Мы дети маленькие. У нас нечего было есть, но у нас все кармашки были всегда. Палывали сухариками, хлебушками чем-нибудь, чтобы покормить котёнка или собачку. Сделать ему домик. Это дети были такие, понимаете? Дети. А сейчас дети совсем другие. Вообще упала культура, общая образовательная культура населения. Поэтому, я не знаю, милосердие куда-то подевалось, терпимость, жалость. Потому что прежние законы не работают, нет результата. Поэтому надо, наверное, что-то более сильное придумать. Ну, менталитет, я думаю, нашего русского народа ещё не доросли мы до того, чтобы к нам применять более слабые законы. У нас законы не работают в России. Большинство законов не работает в России. Закон надо ужесточать, особенно нашей молодёжи. Потому что сейчас они уже не знают, чем заняться и что сделать, чтобы себя показать, что я такая вот сильная над природой. А природа-то, она властвует над нами. Случаи жестокого обращения с животными часто попадают в СМИ, однако редко в судебные хроники. Несмотря на то, что в российском законодательстве за это преступление предусмотрен штраф, в среднем это 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, арест или лишение свободы. Сократить рабочую неделю на 5 часов для некурящих предложили депутаты Государственной Думы. Какое развитие получит эта инициатива, пока неизвестно. Ранее Минздрав предлагал сделать наоборот. Увеличить рабочий день для курильщиков настолько, сколько они отсутствуют на рабочем месте из-за своей привычки. Минтруд идею не поддержал. Ну а что думает об инициативе депутатов-жителей нашего города, давайте узнаем в нашей постоянной рубрике. Свободный микрофон. Курение – это вредная привычка, которая, к сожалению, распространена в нашей стране. Исследования показали, что курящие сотрудники берут на три дня больничных больше и каждый день отвлекаются от своей непосредственной работы. Поэтому данные инициативы выгодны как с экономической стороны, так и со стороны здравоохранения. А что об этом думают люберчане, давайте узнаем. Отлично. Я не курю, с удовольствием бы работала по этому поводу, на пять часов меньше. Ну а вот то, что да, на работе все работают, а тот, кто курит, он как бы на законном основании взял сигарету и пошел в рабочее время, провел время в свое удовольствие. Но это неправильно. Ну я за такой законопроект, а почему бы нет. Я не курю, я согласна. Ну если не мешает работе, то ради бога, пускай. Ну положительно. Тогда будет стимул у курящих людей становиться некурящими. Замечательно относимся. Потому что у нас никто не курит и не пьет. Я всегда за сокращение рабочего дня. По любой причине. Считаю то, что нужно давать больше привилегий тем, кто не курит и ведет здоровый образ жизни. Может быть они за это время, которые не курят, пойдут, допустим, в спортзал. Лучше пускай работают. Все-таки выделять определенные часы на перекур, это все-таки пагубно, наверное, влияет на рабочий процесс. Кто курит на работе, они, во-первых, уходят постоянно и тоже время рабочее теряется. Я не курю, мне это, с одной стороны, радует, с другой стороны, мне кажется, несправедливо для тех, кто курит. Им же тоже захочется на пять часов меньше работать. Вот я не курю, спортом занимаюсь и живу еще. Пока этот законопроект находится на стадии рассмотрения, граждане единогласно поддержали инициативу депутатов. Большинство опрошенных считают это справедливым и не намерены терпеть отсутствие коллег на рабочем месте. Мария Антонова, Александр Богданов, специально для рубрики. Свободный микрофон. Такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем уже совсем скоро. Напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ВРТ в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну а я, Мария Лапочева, с вами прощаюсь. Всего доброго, до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»